начинаем с того что все еще не можем успокоиться мы все еще прощаемся с вами садоводовым одним из сказать садоводов это даже не все сказать волшебникам скажем так садоводов волшебник вот прислали мне его фотографии видите какой у него виноград так теперь так как все таки осталось на земле его творение его лакмастика я еще раз показываю вот телефон семь девятьсот девятнадцать триста тридцать два двенадцать девятнадцать это телефон у его родственников значит можете дальше заказывать лак мастику попалкивали его теперь переходим к делу наталья мысеенко все души соболезная ольга а мне некому теперь сообщить что уникальный лак мастика спас все мои яблони в этом году зайцы обгрызли всю кору думала конец помазал и вот я бы не зеленеет уже представляла как валерий сандрович порадуется и такая ужасная новость ушли уникальные люди таких больше нет даже нам посторонним очень больно вечная память вечная память оля ну а дальше начинается будни продолжается уничтожение деревьев я сегодня не выдержал снял фильм у себя в саду я вспомнил все восемьдесят четвертый год восемьдесят пятый как расцвела наше садоводство вы были первые в россии россия об этом не знает и никогда не узнала и сейчас не знает потом нас научили уничтожать деревья я тоже поначалу и немного потому что я тут же а почему умерла как дураку понятно а им непонятно они же не дураки и он получилось следующая я выбрал очень эффектную фотографию видите на ней были отрезаны ветки вот это муда как-то выпустился теме лиги сослалась но она опять она не стала заморачиваться там проверять выращивать резать на концу на как астамбы осветлять не осветлять сравнивать нет она опять процитировала 50-90 сантиметров снизу должно быть чисто то есть берем любой саженец помните она взяла саженец научила женщину несчастного с такими вот толстыми ветками вот покажу и отрезать это под лесу вот это был ее совет вот прямо вот тут не могла яблони без этих вот но не могла она без них не положено слушайте хорошо что у нас это а если бы людей всех кто выше двух метров расстрелять те кто ниже метр пятьдесят повесить а почему деревья такое отношение и вот получается следующее остановиться не могут а именно как вот он я объясняю идет фильм фильм проплачены эту дураку понятно кто же это это все за гонорары или по-старому за сребреники а потом снова снова а вот за стопатисто чек не может потому что уже на гонорар и вот он режет ля-ля-ля-ля-ля-ля бетка отрезала ля-ля-ля на 10-ую ля-ля-ля-ля-ля 20 тыл на увидели я показывал 50 отрезала а дальше у нее не хватает этого роста это для того чтобы заработать деньги а просмотр десятки сотни тыс Вы представляете, что творится? Взяли моду, резали до тех пор, пока фильм не кончится. Или наоборот, чтобы продлить фильм. И вот я вам показываю это все. И мы с Саиногорцевым уничтожили сады. Да, я вам жензу говорю. С этих садов побывал. Я стал этим. Потом я брушился на Тимирязевку, на всех этих самых и прочих. Вот. И тогда... Сейчас будем продолжать почему. Смотрите. Вот искалеченное дерево. Чем оно отличается от здорового? Правильно. У него сгнила кора. Видели? Кора сгнила. Вот. Но она сгнила не только от этих ран. Это само собой. Ну, приглядеться до транс хватает. Она сгнила, потому что по дереву ползла влага. Любой дождь. А она должна влагу быть сухой. Я показывал сотни фотографий. 101-ое. Как не надо делать? Не хватает кроны, не хватает листьев, подчеркиваю, листьев, которые закроют штамп от сырости. И груша очень быстро умирает. Они из-за сухших мест. Вот сейчас бы взять, я специально этого не делаю. Допустим, я не лезу в интернет, не лезу в энциклопедии, википедии, чтобы там набрать происхождение груши. Я знаю, откуда она вышла. Из самых сухих мест. Отсюда длинный корень. Отсюда особая крона. Вот такая вот. Ну, и сколько повторять? Нет, блядь. Берет товарищ. Вот он. И говорит. Я доктор наук. Вот он. И еще одно. То есть, уже фильм один я раскритиковал. Вот что, думаете, он побежал тут же, выбрал самый лучший саженец, чтобы не позориться? Нет. Он взял просто саженец. И на наших глазах что сделал? Начал выхипывать почки от нуля до пояса. Вот, видите, я ничего не выдумываю. Вы можете найти его вот так вот наберете вот это вот и все, и тут же найдете. Вот. Поняли, да? То есть, он грушу наполовину уже искалечил. Уже полгруши. Похоже? Он не знает, что творит. Потому что его так учили. Он специалист по кустарникам. Взялся заработать деньги на кино. На кино. На кино. Вот. И то, что где-то краем уха, где-то между лекциями, которые то ли пьянцов до утра пропустил лекции. А или наоборот, он на пятерочник. Его так учили. Смотрите дальше. Ошадском углублении. Кого? Груш. Прошлый раз было написано, яблонио, запятая груша. Сейчас он взялся нас учить обрезку делать. И для этого посадил опять туда. А так как там еще рыхлая земля, она еще дальше провалится. Груша обречена. Смотрите дальше. Крупный план. Это все учеба. Пусть многим из вас я надоел. Сладите внимательно. Вы видели на штампе страшную рану? Это привык к пучке, которую я терпеть не люблю. Почему? Потому что страшная рана, она сопутствует этому. А грушам эта рана не нужна, потому что отсюда начинается ее смерть. Мало того, что здесь весной промерзнет земля и будет стоять вода, ночью лед. Вот это еще добавится. Это чистое... Он неправильно написал. Починительная обрезка. Надо было написать. Похороны саженца. Вот так надо было написать. Ну а дальше рассказывает. Ни в коем случае этого не делайте. То есть перестроиться. Он увидит этот фильм, может быть. А как он увидит-то? Фамилия, а тут есть все. Фамилия есть и должность есть там. Не то, что он доктор науки и все. Другое дело, что он так через 10-20-40 лет умрет, и все равно он этого знать не будет. Что он посадил на верную смерть. Смотрите дальше. Меня удивило. Я показывал такой же фильм. Помните, название было другое? Там была посадка яблони, запятая груша. Помните? А саженец это самый. Он еще один фильм использовал. Саженец без корней. Вот. Двухметровый саженец. Представляете? Два метра. Ну я тут ботинки его показываю. Я поэтому пусть как-то бы кто-то бы когда-то тут же есть вот эта штука, которая называется ЦПСО. Это организация. Кто-то бы этот ролик послал бы, сказал бы, ну вы этого человека это убери к этой самой матери. Потому что он же позорит вас, ЦССР, эту долбанную организацию. Почему? Потому что он не нашел нормального саженца. Это все корни. Все. Там нет, что вот допустим они заглублены. И мы просто не видим. Нет. Все. Он просто поставил его. Это все. Это все. Это значит, что саженец, даже если он его, что сделал? Ослепил наполовину. Но метр все равно оставил. Это корень никогда не вылезает. Вы что, сомневаетесь в этом? Это корни? И вот именно потому, я над ним издеваюсь, я говорю, что он совершенно некомпетентный доктор наук. А этих докторов так учили. Или по ночам пили, или наоборот, еще их учителя были такого же уровня. А он не мог найти саженец с корнями. Ну, не уважая нас. Первый попавшийся. Вот еще второй фильм. Я это. Спасибо, брат. Ссылку прислал. Вот. А вот это будущий садовод. Он так и говорит. Деда, я буду садоводом. Я к чему это говорю? Это мы гуляем. Это мы позируем. Ну, сами знаете, какой снял копальщик. Пять лет. Вот. И дело еще в том, что ему исполнилось пять лет. Я его поздравляю. Это мой внук Саша Железов. Вот. Вот он, видите. А почему я показываю? Ну, казалось бы, нам таких внуков надо тысячи, миллионы. Нет, нет. Я из Паулиса проезжал, да? Это было вот до похолодания. Сидит четыре мальчишки. Все четверо с телефонами. Трое с такими, как вот у меня. Я обратил внимание. Все уткнули. Четвертый, этот, маленький такой. То есть, неудачник. Потому что, видимо, денег нет, чтобы вот такой купить. Ну, обычный. Вот. А это деревня. И я каждый день приезжаю мимо спортивной площадки. Зимой показывал нетронутый снег. И сейчас, каждый день, в субботу, воскресенье, никого там нет. Летом там будет несколько парней, девочек маленьких. Это эти дачники приезжие будут. Ну, там приехал. Вот как мы. Вот раз. А его родня, это уже Саша. Вторая. Вторая родня. Они живут еще севернее. Поэтому, для кого-то, красный хутор мой, это почти курорт. Вот. И получается так. Чем больше детей мы дадим лопату в этом возрасте. Вот. Пусть это игра. И тогда получится. Вот это вот. Это будет уже 12. Спасает муравейник. Надеюсь, на всю жизнь запомнить. Потому что самый главный кандидат наук. Самая главная звезда. Табличка. Держи такой. У себя вот тут. Я звезда. Эта звезда трижды в разные годы показала уничтожение муравейников. Вот. Подлость, неимоверная. Абсолютное невежество. А этот парень так не поступит. Вот почему я вам показываю. Он знает. Муравейник это святое. Вот. Это тоже знает. Начинал то он. Вот так же. Еще моложе. Вот. Вот результат. Лучший питомник от России. Это я говорю, Железовый Лучший питомник от России. Тут сомневается. Ну пусть покажет. Тут недавно опять ролик показывали. Там развернули коробку. А там саженцы. Ну. В общем. Это примерно как Запорожец и Мерседес. Вот если сравнивать. Так. Еще одна. Это кандидатка на звезду будущую. Илья Александровна Савельевича. Эту фотографию. Крайвой союз садоводов организовал выставку. Так. Я не просто так показываю. Вот она саженцами торгует. Видите? Вот. Вот она даже несколько книг пытается продать. Интересно купили или нет. Я даже сомневаюсь в наше время. Но дело даже не в этом. Вот ее пастила. Я знаете, что здесь написал? В отчаянии. Сейчас. Там ниже написано. Это для нее специалиста. Что микроскопом забивать гвозди. Вот это она забивает гвозди. Она тратит драгоценные уже не месяцы. Годы тратит. Годы. Вот. Это что? Ее работа. И вот я сейчас... А вот, кстати, это тоже ее работа. Нет, оно, конечно, здорово. Про кормиться надо. Аспиранты много платят. Я даже боюсь ее спросить, сколько она получает, аспирантка. И получает ли. И вот я написал. Микроскопом забивать гвозди. А по ней плачет или ведущая, которая вот заменила бы того доктора наук, который это... Они же не просто позируют. У них просмотров сотни тысяч. И люди видят, что надо посадить, наверное, смерть. Надо взять сажение двухметровое. И метр отщипнуть эти почки. Да еще сниже. Самое ценное. Вот. Это ее направление. Или ведущая на ее популярный канал. Раз. Или на учрежденческий институт. Но сразу, дочка Елена, моя дорогая, пожалуйста, к тебе обращаюсь. В первую очередь к тебе. Никаких этих самых... Никаких опылений. Ничего. Только привать, привать, привать. Только это самое. Самое на сроке подвой. Самое шикарное в мире. Я же с Украины привозил. У меня через три года вот это рослое. Еще покажу. Еще покажу. Еще покажу. Понимаете? Не надо все, что вот это... Сейчас занимается. Только я в отделе фильме сегодня фильм снимал. Назвал три сибирских этих учреждения. Вот. Не буду повторять их. А дальше что? Смотрите. Вот она пишет. Наша компания от Крылого Союза садоводов. Лучшая в крае. Вот они, ребят. Вы что думаете им это... Они хуже москвичей? Да они лучше москвичей. Вы понимаете? Вот их фамилии. Смотрите. Будрис, Авельнич, Пирогов. Они лучшие. Они могут взять темирязевку. Вот. И самое главное. Меня все время, знаете, что поражает? Помните эти расследования? И скандалы. Вот даже нищие науки умудряются воровать. Эти ребята никогда ни рубля чужого не возьмут. Вот. А если сюда добавить Сергея Железова, который настолько принципиален, что теряет деньги, потому что не продает то, что чуть-чуть не так, уже не продает. Вот. А Рыкалин, вот это Троица, да, Пирогов, Савинич, Будрис, это самое. Рыкалин, вот Зялка, Латинкова, Долматова нет, это было бы... Да, это самое. Я выступал в Москве. Здесь, видимо, должен присутствовать. Вот, по крайней мере, почти каждый раз бывает. Вот. Значит, 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 это самое... Ой, господи, вы представляете, что у нас уже с памятью творится. Вот. Значит. Ладно, чуть позже. Дело в том, что, когда я уехал с Москвы, в шесть дней проводил полный зал. Впервые полный зал, и прибыль принесла мое выступление в этом... Ах, в этом... Дворец цветоводства, да? Вот. И после этого, что писали во всех этих? Железо поставил в Москву на уши. Не поставил. А? Не поставил. Идем дальше. Это я высказался, почему. А вдруг кто-то услышит? А вдруг кто-то скажет, ну, надо же, наконец-то, в этом... Мичуринске, в Москве, везде навести порядок. Если эти ребят туда перевезти, работать, уговорить за особые зарплаты, особые условия, квартиры, чтобы они еще согласились. Помните первая реакция Сергея Железова? Какая была? Да мне здесь хорошо. Ну, конечно, хорошо. Санкция по одной-две тысячи в Сибири, это самое... Конечно, это... Так можно и не высовываться. А диплом тебе для чего, Сергей Железов? Сейчас я тебе еще раз покажу, и не раз. Так вот, значит, надо брать Москву. Несколько лет, и полная... Полная переделка технологий раз, и наши сорта, наши сибирские сорта должны быть там. Сорта, сорта-образцы, кулоны, формы. Все должно быть в Москве. Вернуться легче, чем осваивать Сибирь. Освоили? Вот наше это. Спасибо за фотографию, Александр. Я не могу иначе. Я обязан, кулкарю, 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 хотя почти на каждом вебинаре говорю. Пора на этом... В Москву, и не просто в Москву, а с огромной ответственностью за будущее России. А больше некому. Прошло 25 лет, как я долблю. Господи, прошло 15 лет, как я уже начал по стране ездить с лекциями. Ну и что?